Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Исход. И сегодня мы будем читать 31 главу. Здесь несколько тем. Первое. Господь назначает работников для изготовления скиний и святилища. Это с первого стиха по одиннадцатый. Вторая тема. Повторяется закон о субботе. Суббота – знак завета между Господом и Израилем. Это с двенадцатого стиха по семнадцатый. И восемнадцатый стих рассказывает о том, как Бог дает Моисею скрижали откровения. Итак, с первого стиха ниже. И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина. Я исполнил его духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, резать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого вессона, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Агалиава, сына Ахисамахова, из колена Данова и в сердце всякого мудрого, вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Здесь мы видим, что для совершения работ Господь назначает определенных людей и посылает им Духа Святаго, Кадеш Руах, в их сердца, чтобы он научал и наставлял их на всякую правду, работать из золота, серебра, меди и так далее. Таким образом, мы видим, что это повеление Бога, использовать все эти материалы для славы Божьей и для благолепия, как мы читали ниже. И эти люди получили особое благословение Творца, и они могли теперь эффективно совершать это служение. Они делали Аскинию собрание, и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности Аскинии, и стол, и все принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Ааруну священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища. Все так, Господь говорит, как Я повелел тебе, они сделают. Таким образом, это повеление Бога, причем очень часто в Писании говорится, именно в обрядовых вопросах, постановление вечное, постановление вечное. Поэтому не надо удивляться, что за православным богослужением мы видим и золото, и серебро, видим и фимиам, видим и кождение, и капитасму, и есть и жертвенник, и престол, потому что постановление вечное означает неизменяемое. И не надо забывать того, что земное богослужение – это отражение небесного богослужения. Например, если мы читаем Апокалипсис, где описывается духовный космос, красота Царствия Божия, там мы видим и жертвенник, и престол, и семисвешник, семь светильников, и Христос, одетый не в пиджак и галстук, а в потир, одежду первосвященника. Поэтому протестанты и протестантствующие должны смиряться перед божественным откровением и не фантазировать на этот счет. Далее говорится о субботе, как бы повторяется заповедь о субботе, но в данном контексте говорится, что суббота, шаббат, покой – это знак завета между Господом и Израилем, как и обрезание, завет обрезания, брит мила, тоже был знак завета между Господом и Израилем. И мы читаем с 12 стиха, «Сказал Господь Моисею, говоря для всех последующих поколений, «Скажи, сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Суббота, по-еврейски шаббат, означает покой. Покой – это то, что мы обретаем в полной мере только во Христе и со Христом, который говорит нам, «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И в этом смысле Ветхозаветная суббота, когда шесть дней работали, делали обычные дела свои, и только один день имели отдохновение в Господе, она, как тень будущих благ, указывала на Христа, в котором мы успокаиваемся настолько, что каждый день, и понедельник, и вторник, и среда, что бы мы ни делали, мы делаем во имя Господа Иисуса Христа, как и предписывает нам библейское откровение. А все, что мы делаем во имя Христа, приносит нам покой и вдохновение. «Ибо это знамение между мною и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонною делать дело, та душа должна быть истреблена из народа своего». Почему такие строгие законы о субботе, о субботе? Это связано с тем, что суббота, как я уже сказал, она указывала на тот покой, который мы обретаем во Христе, ценою его крови. Ибо он делает нас свободными своей смертью от власти греха, от власти дьявола и от власти страха смерти. Если кто-то оскорбляет это его служение, то это, конечно, страшный грех. И 15 стих. Служение Христа имею в виду служение примирения. И 15 стих. «Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». И мы посмотрим, какие комментарии есть на этот стих. Амбрусий Медиаланский в одном из своих посланий пишет, «Также им приказано в один день недели, субботу, праздновать праздник, чтобы не обременяли их никакой груз, дабы они были свободны от мирских занятий, с тем, чтобы не влечь им с собою в ту вечную субботу будущих веков никакого груза тяжких грехов. Но так как Бог знал, что народ, уклончив, более немощным, Он, Господь, предписал соблюдение части оного дня, а для более крепких – всей полноты. Синагога соблюдает день, то есть один день в неделю, церковь соблюдает бессмертие». И далее Амбрусий пишет, «Итак, в законе часть, в Евангелии полнота». То есть если евреи посвящают Богу один день, и только один день находятся в покое, то для нас вечная жизнь, как вдохновение в Боге и с Богом, начинается в тот момент, когда мы обращаемся к Богу. То есть вечная жизнь во Христе и со Христом не за гробом, а в этой жизни. Мы уже переживаем этот покой. И, как я часто говорю, та часть нашей жизни, которую мы проводим в молитвах, участие в богослужении, в исследовании Святого Писания, эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной, а уже принадлежит жизни вечной. И в нем во Христе мы уже успокоились. Беда Достопочтенный в своих гамильях на Евангелии пишет, «В плотском смысле в субботу, согласно букве закона, народ устранялся от всякого низкого труда. В седьмой день предписано быть свободным. В духовном же смысле суббота находится в свете духовной благодати, которая воспринимается седьмиричным образом, так, чтобы мы пребывали праздными от порочной суеты не один, а всякий день». Далее Беда Достопочтенный пишет, «Итак, если согласно Слову Господню всякий делающий грех есть раб греха, то становится ясно, что под низким трудом понимаются именно грехи, от которых нам, как в седьмой день, предписано вступить в принятие духовной благодати, не только воздерживаясь от злых поступков, но совершая добрые». Это действительно так, братья и сестры, в христианстве грехом является не только какое-то действие, но даже бездействие. И далее мы читаем 16-17 стих, «Пусть хранят сыны Израилевы субботу», то есть в том формате, в каком она была, чтобы им войти в субботу Христа, когда каждый день мы посвящаем Богу, пребывая в покое Его. «Пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу, в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мной и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Здесь мы видим, что суббота также является памятником миротворения, как сказано в православном катехизисе. И 18 стих, последний стих сегодняшней главы, здесь сказано, «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим». Скрижали представляли собой две каменных доски, камни, на которых был высечен текст «Декалога», то есть «Десятисловие». Надписи на камне были на Древнем Востоке в широком употреблении. Моисей, вероятно, пользовался так называемым «синайским алфавитом», который употребляли семиты, жившие по соседству с Египтом. Но скрижали – это часть библейского откровения. И Бог дает эту часть Писания, сообщив массу комментариев, которые мы изучали, и каждый из этих комментариев относится к одной из десяти заповедей. Таким образом, Бог научает и нас принимать Библию вместе с тем комментарием Церкви, который называется «Священное предание», чтобы у нас было священное Писание и священное предание. Как и апостол Павел пишет первое послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих, «Хвалю вас, братья, что вы все помните и держите предание». Итак, друзья, сегодня мы читали 31 главу, если будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать 32 главу книги Исход. Спасибо вас, Господь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...